Здравствуйте, друзья! Я продолжу рассказывать про работу системы управления умным домом Domotix и этот обзор будет посвящен вводному уроку по созданию сценариев в этой системе. Для того, чтобы было удобнее экспериментировать, я предлагаю добавить в оборудование, если у вас еще нет, вот такое устройство, которое называется Dami, которое позволяет создавать виртуальные датчики и создадим для наших экспериментов два датчика. Тип датчика-переключатель. Первый мы назовем кнопка 1 и второй назовем, например, лампа 1. Оба этих датчика появились у нас в меню переключателей. Вот они, в самом низу, кнопка 1 и лампа 1. И кнопку 1 мы нажимаем редактировать. Давайте действительно сделаем кнопку. Вот кнопка с одним-единственным состоянием включить. Лампа пусть остается так, как она у нас есть. Теперь переходим в меню «Настройка», «Дополнительно», «События». И здесь создаем новый сценарий, выбираем тип сценария «This Events», это «Domotics Events», события «Domotics». На данный момент, по моему мнению, это сейчас самый продвинутый способ для создания сценариев. Многие мне пишут, что вот как сделать такой-то и такой-то сценарий на блоках. Блоки – это зло, не делайте ничего на блоках. Переходите на «Луа», на худой конец, либо вот на «Des Events», это лучше всего. Давайте рассмотрим структуру сценария, который у нас появился по умолчанию. В первой, так сказать, секции у нас имеется описание этого сценария. В данном случае этот сценарий «Devices», который будет отслеживать изменения состояния устройств. И далее у нас уже непосредственно действие этого сценария. В данном случае у нас пишется нечто «Влог». Давайте сделаем самый простой сценарий, который по нажатию кнопки, в зависимости от состояния нашего виртуального выключателя, будет либо включать, либо его выключать. Итак, вот наш пример сценария. В первой секции сценария мы объявляем список устройств, статус которых мы будем отслеживать. В данном случае это устройство «Кнопка 1», как мы ее назвали. Запускаем наш сценарий по изменению статуса «Device», «DomotXDevice». Здесь мы объявляем локальную переменную, которую он назвал «Lamp1», это имя может быть абсолютно любое, и которая присваивается нашему второму виртуальному переключателю «Lamp1». Далее мы отслеживаем по изменению девайса, который называется «Кнопка 1». На самом деле, если у вас в сценарии только одно устройство, это писать не надо. Можно сразу писать «Device State». Будем писать лучше полный текст. Это даст нам возможность использовать несколько, так сказать, сигнальных девайсов. Итак, если «Device Name» кнопка 1 и оно генерирует событие «On» включено, тогда мы проверяем. Состояние «Lamp1» включено, тогда мы его «Switch Off» выключаем. Иначе, в любое другое состояние мы его включаем. Сценарий закончился. Не забываем ставить здесь справа галочку «Event Active». Событие активно, без нее он не будет работать. И сохраняем ее. И теперь давайте проверим. Переходим на вкладочку «Переключатели». Вот внизу наши кнопки. И нажимаем. Видите, он включился. Еще раз нажимаем. Он выключился. И теперь каждое событие, он будет включаться и выключаться. Предугадывая ваши вопросы, немножко расскажу, как получать, какие статусы генерирует у нас то или иное устройство. Возьмем, к примеру, выключатель, беспроводный двухкнопочный выключатель. Нажимаем «Редактировать». У него четыре состояния. Выключено «Switch 1» – это левая кнопка, «Switch 2» – это правая кнопка. И двойной клик – это нажатие на обе сразу кнопки. Любое из этих событий мы точно так же можем обрабатывать. Возьмем, к примеру, что-нибудь другое. Так, что у нас здесь еще есть? Какие кнопки? Видите, у меня много устройств. Вот кнопка, круглая кнопка. Вот ее статусы. Выключено. В принципе, этот статус не обрабатывается. Здесь статус «Клик», «Дабл клик», «Лон клик». И у нее еще есть дополнительный статус, которого нет в Mi Home. Это отпускание кнопки после длинного нажатия. То есть, вы нажимаете, и в момент отпускания срабатывает. Но реально он, я не знаю, где его использовать. Вот эти вот три действия. Клик, «Дабл клик» и «Лон клик», которые мы можем использовать. Итак, в каждом у нас устройстве мы можем посмотреть его статусы, которые он может генерировать, и использовать их таким образом в сценариях. Вот в кубике, например, больше всего этих статусов. Переворот на 90, на 180, движение, двойной щелчок. Потрусить в воздухе его. Свинк. Ну, свинг статус есть, но на самом деле его воспроизвести нельзя. Этот статус при подключении кубика к шлюзу используется. Только в одном случае. «Алерт» — это если он, кубик, лежит несколько минут неподвижно, и потом его сдвигают. «Фрифол» — это подбросить и поймать в воздухе. Кстати, этого статуса в «Мехом» нет. Он есть только в «Домотекс». И поворот по часовой стрелке и против часовой стрелки. Давайте немножко усложним наш сценарий. Добавим еще один виртуальный датчик. Назовем его «Лампа 2». «Окей». И добавим эту лампу в наш сценарий. Добавляем нашу вторую лампу. Назначаем ей переменную «Ламп 2» в наш сценарий. И немножко усложняем наши условия. Если наша кнопка нажата, первая проверка у нас проверяет, что. Если состояние первой лампы выключено и второй лампы выключено, тогда у нас включается первая лампа. Иначе, если у нас первая лампа включена, вторая лампа выключена, у нас включается ламп 2. И если у нас включены и первая, и вторая лампы, тогда обе лампы у нас выключаются. Давайте проверим, как это работает. Переходим в меню переключателя Не забываем сохранить сценарий Нажимаем на кнопку Включилась первая лампа Еще раз нажимаем Вторая лампа Еще раз нажимаем Обе лампы выключаются Все так как мы задумали Давайте усложним этот сценарий И вторую лампу мы будем включать Не безусловно А лишь по определенному условию И это условие у нас будет Если мы нажимаем повторно на кнопку Не позже чем через 3 секунды После включения первой лампы Смотрите Значит основное условие сценария У нас остается прежним Нажатие на кнопку 1 Первое условие также без изменений Если обе лампы выключены Включаем первую лампу Считаем что нам первой лампы Для обычной жизни хватает Если нам надо включить вторую лампу Добавляем дополнительное условие Лампа первая включена Лампа вторая выключена Вот дополнительное условие Лампа первая Изменила свой статус Не позже 3 секунд назад Меньше или равно 3 секундам И только тогда в этом случае У нас включается вторая лампа Если мы нажимаем на кнопку Более чем через 3 секунды После изменения статуса первой лампы Тогда у нас это же первая лампа выключается Что нам это дает Мы обычно включаем Выключаем кнопкой Работает у нас только первая лампа И если нам нужен яркий свет Тогда мы нажимаем на кнопку два раза подряд Не позже чем через 3 секунды И тогда у нас включается вторая лампа Ну и условие последнее Когда у нас включены обе лампы То они обе и выключаются Давайте проверим как это работает Переходим на меню переключателей Обе лампы выключены Нажимаем на кнопку Лампа включилась Тут же нажимаем на кнопку Включилась вторая лампа Выключили обе лампы Теперь пробуем так Нажали на кнопку Подождали некоторое время Более 3 секунд Еще раз нажали Лампа выключилась Вторая лампа в этом не участвует Надо включить Нажимаем подряд Раз И тут же два Включилась обе лампы То есть этот сценарий Уже у нас учитывает Не только состояние ламп Но и время ее включения На этом все Полный текст этого нашего Последнего сценария Я оставлю в описании под видео Можете забирать и разбирать его Если тема вам понравилась Вы хотите узнать еще больше О сценариях Либо о системе умного дома Домотекс Пожалуйста пишите в комментариях Что конкретно было бы вам интересно Какой пример сценариев Рассмотреть в следующем обзоре На этом все Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Дальше будет еще интереснее